Сегодня на ленарном заседании Государственной Думы слушается информация генерального прокурора Российской Федерации. Фракция оценивает деятельность прокуратуры положительно. Мы полагаем, что она выполняет все те функции, которые на нее возложил закон. А те недостатки, расчеты и упущения, которые имеются, руководство прокуратуры о них знает и принимает меры к их устранению. Об этом мы убедились на коллегии 19 марта текущего года. Коллегия была посвящена итогам работы прокуратуры в 2018 году. На ней присутствовал ряд депутатов Государственной Думы во главе с председателем Думы Володиным. Но, тем не менее, есть множество проблем, которые нуждаются в решении, причем прежде всего в решении через законодателя. Проблемы, которые существуют в прокуратуре, они должны быть решены прежде всего Государственной Думой и президентом. Первой такой проблемой является проблема предварительного следствия. Следствие, мы на протяжении уже ряда лет говорим, наше фракция находится в состоянии деградации в России. И в значительной мере это происходит из-за отсутствия надлежащего прокурорского надзора. А отсутствует надлежащий надзор из-за того, что закон не позволяет прокурору эффективно надзирать за следователя. Начиная с 2007 года прокуроры отняли все важнейшие полномочия. И сейчас, например, следователь многократно может отказывать в возбуждении уголовного дела, о чем такие примеры у нас есть в Государственной Думе. Но прокурор не может возбудить дело, а может бесконечно отменять его постановление. Знаем по думским материалам о таком факте, где 18 раз следователь отказывал в возбуждении дела. И по нашим обращениям, по обращениям самих потерпевших, каждый раз прокурор отказывал, отменял это решение. И все на том, к сожалению, заканчивалось. Прокурор не может прекратить уголовное дело, если к нему поступило с обвинительным заключением. Он полагает, что там нет состава преступления. Мы знаем примеры, когда следователь неоднократно направляет с обвинительным заключением дело прокурору. Прокурор пишет указание, что нет состава преступления, а следователь снова возвращает ему с обвинительным заключением. Прокурор, это кажется странным, но прокурор не может присутствовать на месте происшествия, на месте теракта, не может присутствовать на месте убийства. Еще в целом ряде случаев закон не разрешает ему такое присутствие. Иногда следователь не допускает прокурора на место происшествия. Прокурор не может отреагировать эффективно на волокиту следователя, месяцами следователь расследует дело, либо потому что ему лень, либо потому что он в этом заинтересован. А прокурор не может отстранить его от следствия, не может передать дело другому следователю. Он должен писать бумажки, ну примерно такие же, как пишет гражданин. Мы соответствующий законопроект внесли в Государственную Думу в прошлом году, в сентябре прошлого года. Сейчас он проходит рассмотрение предварительное в комитете профильном, собираются необходимые заключения, но, конечно, правоохранители, силовые ведомства, имеющие следственный аппарат и аппарат дознавателей, будут против, это совершенно очевидно, потому что это значит допустить постороннего контролера, что называется, вневедомственного контролера в свое ведомство. Это очень опасно для них, это очень неудобно для них. Тогда, конечно, все осложнится, тогда будет работать намного труднее. Но все-таки надеюсь, что разум восторжествует и этот законопроект будет принят. Юрий Петрович отметил очень важное внимание, которое уделяет фракция заслушиванию позиции генерального прокурора и в целом позиции генеральной прокуратуры. Хочу сказать, что одна из задач прокуратуры – это защита прав человека, защита нашего гражданина. И хочу сказать, что сегодня же сразу за политическим часом выступления генерального прокурора у нас будет обсуждение важнейшего для нас закона, закона о системе, по сути дела, прав человека в Российской Федерации, о законе о региональных уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации. Мы надеемся, что после принятия этого закона, с учетом наших поправок, нашей позиции, будет сформирована целостная система, как на федеральном, так и на региональном уровне, которая позволит нашим гражданам получать равные права, получить качественную защиту от уполномоченных по правам человека, независимо от территории, в которой они проживают. Мы хотим унифицировать требования, которые должны предъявляться к кандидатам на эту должность, предъявлять ответственность, прежде всего, законодательных органов регионов по избранию уполномоченных по правам человека. И мы надеемся, что с принятием нашего закона наши граждане почувствуют дополнительные возможности независимого, подчеркиваю, но при этом государственного подхода к защите прав человека. Напомню, что каждый год кратно увеличивается обращение к уфедеральному полномоченному по правам человека. В основном они носят социально-трудовой характер. Частично во многом это обращение, связанное с защитой прав от бывающих наказаний в местах лишения свободы. И, кроме того, я хочу сказать, что вслед за этим законом мы надеемся сегодня рассмотреть также закон, по которому было неадекватное обращение и лидера нашей фракции Геннадия Ильича Зюганова к президенту, закон о защите наших соотечественников в вопросе упрощенного получения гражданства. Прежде всего, тех наших соотечественников, которые в 90-е годы получили паспорта из гражданства, их десятки тысяч, по некоторым оценкам до 80 тысяч, и в ходе выяснения обстоятельств мы понимаем, что были допущены некоторые ошибки, не полностью были предоставлены или сохранены документы. И для того, чтобы укрепить правовую связь фактически наших сограждан, которые живут в нашей стране, которые имеют семьи, которые работают, в том числе на государственной службе, платят налоги, закрепить их правовой статус, мы предлагаем механизм упрощенного, по сути дела, предоставления им гражданства, что сними ряд вопросов и поток жалоб в отношении защиты прав наших соотечественников, которые находятся в Российской Федерации, которые получили наши паспорта в тяжелые 90-е годы, спасаясь своей жизни и своих семей, особенно в горячих точках. Мы надеемся, что тем самым мы подтвердим позицию нашей фракции, направленную на комплексную защиту прав наших соотечественников и защиту их на территории Российской Федерации.